Hello there beautiful people! Меня зовут Кена и ты смотришь Puzzle English. Ну что, я надеюсь, вы скучали так же, как и я по вам. Давайте сегодня разберемся с двумя словами. На самом деле это одно слово в русском языке, а в английском два. Это make и do. Да, я сейчас понимаю, такие люди, о боже, только не этот кошмар. Но если с ними однажды разобраться, то потом легко. Начнем с верхушки айсберга. Главное отличие make от do, что на русский мы переводим как делать. Когда ты что-то мейкаешь, давай скажем так, то ты что-то создаешь с нуля, и у тебя в результате получается что-то осязаемое, продукт какой-то. Когда ты что-то do, то это скорее какая-то акция, не акция даже, action по-английски. Это какое-то действие, да, это какое-то ты выполняешь работу, задание. Вот это их основное отличие, но сейчас пройдемся по нюансам. Итак, все, что у нас связано с едой и с напитками, это make. Начнем мы с make. Например, make a cup of tea, make a cup of coffee, make a cake. Потому что по той логике, да, вещей, которые я только что объясняла, у тебя в конце появляется чашка чая, кусок торта и так далее. Make breakfast тоже, make dinner. Еда, напитки, все с make. Дальше, когда какие-то реакции организма вызываешь ты у человека, или эмоциональные реакции, например, make someone happy, сделать кого-то счастливым. Make someone angry, разозлить кого-то. Это тоже make. Еще, все, что связано с принятием каких-то решений, когда ты какие-то планы строишь, вот это вот все, какая-то умственная деятельность в результате которой получается решение, план, ошибка может быть. Это все тоже make. Сейчас я начну перечислять, ты поймешь, о чем я. Make a decision, принять решение. Make a choice, сделать выбор. Make a plan, сделать план, создать план, написать план. Что еще? Make a promise, make an offer, пообещать что-то, предложение какое-то сделать. Make a suggestion, тоже предложение. Make a complaint, пожаловаться, написать жалобу. Еще make у нас пойдет со всеми, со звуками, со звуками и с шумом. Например, to make a sound, или to make some noise. Ты можешь сказать, don't make a sound, то есть, как это, не произноси ни звука, будь тихим. Или stop making so much noise, это все тоже у нас с make. Еще с деньгами мы употребляем глагол make, делать деньги. Но еще зарабатывать деньги, да? Make money, зарабатывать деньги. Make a profit, или make a loss, сделать прибыль или потери какие-то понести, это все make. Всякие с финансами связанные, например, make an investment, инвестировать. Как это называется? Заключить пари, когда ты деньги ставишь, да, на что-то. Make a bet. Или замечательность, клевая фраза to make a fortune. To make a fortune, это когда ты резко вдруг разбогател и заработал очень много денег одноразово. Не одноразово, ну, короче, от какого-то твоего действия куча бабла на тебя свалилась. To make a fortune. Но, но, есть исключения, естественно. Давай, кстати, про исключения я лучше скажу в конце. Сейчас мы прошлись по make. Я думаю, примерно понятно, в чем заключается использование этого глагола. Давай теперь перейдем к do. Do это какие-то действия, повторяющиеся действия, регулярные действия. Это какой-то процесс делания, в результате которого может ничего не быть, да. То есть, do your homework, например, какая-то домашку ты делаешь. Все, что связано с какими-то обучениями, да. To do a test, an exam. Тесты, экзамены мы делаем. Делаем интервью, например, мы тоже делаем. To do an interview. I hope I don't have to do an interview to get this job. Я надеюсь, что мне не придется проходить интервью, чтобы получить эту работу. Когда ты курсы какие-то берешь, например, ты тоже их делаешь. This summer I'm planning to do a language course. Потому что какой-то процесс действия. Работа, все, что связано с работой. Go do your job. Иди работай. Или I need to do some work. Мне нужно поработать. Все это тоже do. Все, что связано с домашней работой. Тоже процесс, тоже какие-то действия. Это тоже do. To do shopping. И, кстати, разница, да. To go shopping, to do shopping. Когда ты говоришь to do shopping, это имеется в виду, что ты еду какую-то покупаешь. To do the dishes. Мыть посуду. To do the ironing. To do the ironing even. Язык заплетается. Заниматься глажкой, например. Здесь тоже есть исключение. Я о нем скажу в конце. Девчонки и мальчишки. Когда мы делаем прически, ногти и макияж, мы это тоже делаем. Хотя, казалось бы, там у нас в результате появляется что-то, чего не было раньше. Например, прическа или мейкап. Но здесь всегда do. Запомнили, индустрия красоты, это do. Теперь с do еще, когда мы делаем что-то хорошо или плохо. Например, И, кстати, не путать, есть еще to do bad и to do good. Это другое значение, когда что-то тебе на пользу или во вред. Например, Это тебе на пользу. Здесь тоже у нас с do. И последнее, ну ты наверняка знаешь уже Когда ты делаешь на максималке своих возможностей очень хорошо или когда делаешь плохо. Теперь Исключение, естественно. Как без них. Был бы не английский, да? Я вам говорила, что все, что связано с деньгами, это у нас make, make money и так далее. Но, когда мы говорим, например, делать с кем-то бизнес, вот здесь мы делаем do. To do business with someone. Наверняка слышали фразу Pleasure doing business with you. Да? Одно удовольствие с вами работать. И про домашние дела. Только что говорили, что мы говорим To do the dishes, to do the dining. Но, когда мы заправляем постель, мы используем глагол make. Но здесь уже можно это представить, как вначале она была разобрана, а теперь она собрана из какой-то результата. Короче, это исключение. Every morning I make my bed. Каждое утро я заправляю постель. Я надеюсь, что во всем этом потоке информации вы уловили для себя главное различие, и вам стало немножко более понятно. Какие-то фразы нужно просто заучить. Просто посмотрите, может быть, этот ролик несколько раз, все себе запишите, чтобы в голове уложилось. И я надеюсь, что вы больше не будете делать ошибок между do и make. Спасибо, что смотрели. Учите английский с Puzzle English.